МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале Абаза. В студии Марины Будбы. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Слёт ведущих фольклористов в постсоветского пространства. Вторые международные научные чтения памяти Виктора Гацака стартовали в Сухуме. В столице могут появиться специально оборудованные места для мамы и ребёнка. ЮНИСЕФ напоминает грудное вскармливание. Один из самых эффективных методов защиты здоровья матери и ребёнка. Определён лучший кондитер 2021 года. Торгово-промышленная палата Абхазии провела праздник сладостей. Седьмой ежегодный конкурс кондитерского мастерства. Начнём с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Бжани подписал ряд указов о назначении глав администрации районов. Указом президента Абхазии по согласованию с собраниями Гагарского и Ачимчирского района главами администрации Гагарского и Ачимчирского районов назначены Юрий Хагуш и Беслан Бегвава. О результатах работы за пять месяцев текущего года, а также прогнозными данными, на оставшийся период 2021 поделился с премьер-министром Александром Анквап вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Согласно информации, со встречи в бюджет республики с 1 января поступило налоговых и неналоговых доходов 2 млрд рублей. Что на 23% больше уровня этих же показателей в 2020 году. При этом доходы бюджета за пять месяцев 2021 года с учетом Финпомощи России и других безвозмездных поступлений составило 3,6 млрд рублей. Министр подытожил, что с января текущего года наблюдается поэтапный устойчивый рост собственных доходов. Глава Минфина рассказал также о расходной части бюджета, отметив, что по-прежнему главной целью всех расходов остается финансирование социальных обязательств обеспечения нужд системы здравоохранения. Руководство ГТК отчиталось о результатах работы за май 2021 года. Премьер-министр Александр Анквап провел рабочие совещания с председателем и заместителем председателя Государственного таможенного комитета Отаром Хеце и Алясом Лабахуа. По состоянию на 1 июня по линии работы таможенных органов в бюджет зачислено платежей в размере 209 млн. рублей. Плановые показатели на этот период составляли 177 млн. рублей. Исполнение плана составило 118%. В сравнении с показателями мая 2020 года объем таможенных платежей в мае 2021 увеличился на 68 млн. рублей. А в сравнении с более экономически устойчивым 2019 годом показатель мая 2021 года превышает показатель мая позапрошлого года на 40 млн. рублей. Александр Анквап, завершая встречу, отметил, результаты работы таможенного органа и показатели качества администрирования таможенных начислений занимают большой важный пласт в структуре государственного бюджета страны. И скажу прямо, от вашей работы зависит многое. Качество исполнения социальных обязательств перед гражданами, организация работы в сфере образования, здравоохранения и многое другое. Надеемся на повышение результатов вашей деятельности. Сообщение оперативного штаба за 1 июня. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 244 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них. В Гудоутской больнице 31 мая скончался пациент 66 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 15 360 человек. Зарегистрировано 234 летальных случаев. Выздоровели 14 737 человек. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в Сухуме, сказала спутник начальника управления здравоохранения по Сухуму Ирма Воба. Прошел 21 день с момента, как были привиты первые пациенты в столичной поликлинике номер один. Сегодня им делают второй укол. Параллельно проводится первичная вакцинация. Изначально люди осторожно подходили к вопросу вакцинации, но затем они стали получать все больше информации. Поэтому сегодня большое количество людей, которые хотят привиться. У нас заполнены списки до 7 июля. Темпы вакцинации хорошие, подчеркнула она. Со дня начала вакцинации от COVID-19 в Сухуме привели более тысячи пациентов, отметила Воба. Поиски российского туриста Владимира Ульянова волонтерскими группами не принесли результата, сообщает спутник со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Они отрабатывали высокогорную лесную зону. В особо тяжелые места не заходили, так как они волонтеры, а не профессионалы. Поэтому в ледниковую альпийскую зону они не пошли, и мы им не рекомендовали, рассказали в спасательном ведомстве. Для безопасности волонтеров их сопровождал сотрудник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Сейчас группа завершила поиски, отмечают в пресс-службе Министерства. Абхазский ученый, академик Международной академии медико-технических наук Расим Камли с успехом защитил докторскую диссертацию в Москве на Международном ученом совете и получил степень доктора физико-математических наук. Работа посвящена одному из фундаментальных вопросов современной физики и квантовой математики. Существованию материи, антиматерии и была с большим интересом принята ученым советом, получив единогласную поддержку на соискание докторской степени. Слет ведущих фольклористов постсоветского пространства. Вторые международные научные чтения памяти выдающегося фольклориста и этнографа Виктора Гацака стартовали в Сухуме. В чтениях традиций во времени принимают участие более 50 ученых из России и Абхазии. 17 гостей из России приехали лично, еще 16 человек участвуют онлайн. В мероприятии участвуют представители Академии наук Абхазии, Института мировой литературы имени Горького, Абхазского государственного университета, а также Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия. Выбор Абхазии для проведения мероприятий не случайен. Подробнее Надежда Боровикова. Вторые международные научные чтения традиций во времени посвящены сохранению и развитию научного наследия выдающегося фольклориста, доктора филологических наук, профессора, члена корреспондента Российской академии наук Виктора Михайловича Гацака. Первые чтения прошли в Москве в 2018 году. Вторые не случайно проходят в Абхазии. Виктор Михайлович, находясь 46 лет на посту заведующего отделом фольклора Института мировой литературы имени Горького, Аран, отдавал много сил подготовке фольклористических кадров. Под его руководством подготовлено и защищено более трех десятков кандидатских и докторских диссертаций. Ученики Виктора Михайловича работают во всех регионах современной России и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Есть они и в Абхазии. Среди абхазских учеников Виктора Гацака – фольклорист, доктор филологических наук Джульетта Адлейба, поэт-драматург, доктор филологических наук Валентин Когония, а также видный специалист в области кавказской фольклористики, нартоведения, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Виктор Гацак был убежден, что наука начинается в поле и придерживался принципа неразделимой триады – собирание, теория, эдиция. Его ученик Зураб Джапуа использовал тот же подход при создании центра нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном университете. Текстологическое постижение многомерности фольклора он считал самой базовой для фольклористики. В настоящем сообщении я попытаюсь кратко характеризовать текстологическую работу в центре нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном университете, которому в этом году и в этом месяце исполняется 10 лет. Вторые международные чтения частично проходят в режиме онлайн. В конференции в Зуме подключены около 20 ученых из России, которые по разным причинам не смогли приехать лично. Среди них и коллега Виктора Гацака – академик Александр Куделин. Виктор Михайлович – это особая, целая такая история. Вы знаете, вот сухие цифры ничего не говорят. Ну, 23 кандидата наук подготовлены, 11 докторских диссертаций. На самом деле я работал с Виктором Михайловичем еще и в высшей администрационной комиссии Советского Союза. Вы представляете, Виктор Михайлович читал все диссертации, которые были посвящены фольклору в нашей стране на протяжении многих лет, для того, чтобы быть в курсе того, что делается в разных регионах Советского Союза. Всего в конференции принимают участие более 50 ученых-фольклористов из Абхазии и России. Приехать лично смогли 16 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Майкопа, Уфы, Сыктывкара, Новосибирска и Элисты. Я участвовала в 2018 году в Эмилиран. Проводились первые чтения. Я тогда как раз же защитила кандидатскую диссертацию по эпосу. Я исследователь эпоса, да. И вот сейчас по приглашению Зураба Джодовича я приехала на вторые уже чтения, посвященные. Очень рады этому событию, поскольку личность Виктора Михайловича связана и с исследованием эпической традиции. А так как мы, я, Зураб Джодович, я, да, мы вот все псоведы, в общем-то, мы занимаемся разными традициями, да, национальными. Нарцкие эпосы, калмыцкие эпосы, тюрко-монгольская традиция эпоса, да, то есть это очень интересно нам всем. Вторые международные научные чтения памяти Виктора Гацака продлятся до 5 июня. В день по три заседания. В каждом заседании от 4 до 8 докладов ученых, которые условно можно объединить под названием «Особенности мифологии, эпоса и фольклора разных народов». В столице могут появиться специально оборудованные места для мамы и ребенка. В ЮНИСЕФ еще раз напоминают о том, что грудное вскармливание остается одним из самых эффективных методов защиты здоровья матери и ребенка. Направление просвещения о пользе грудного вскармливания детским фондом ООН делается много, в том числе абхазским офисом. Обо всем подробнее в репортаже Ильяна Рагилаян. Многочисленные научные исследования доказывают, что грудное молоко защищает детей и матерей от опасных заболеваний и способствует повышению коэффициента умственного развития ребенка. Через грудное молоко малышу передается иммунитет матери. Дети реже болеют заболеваниями дыхательных путей. Оно также предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета. На этапе постановки на учет в женской консультации каждая женщина имеет возможность узнать о пользе грудного вскармливания. А также очень важно заранее иметь представление о том, как правильно наладить этот процесс, какие могут возникнуть сложности и к какому специалисту можно будет обратиться за помощью и консультацией. Для ребенка это важно тем, что, во-первых, молоко всегда стерильно, оно доступно, оно нужной температуры, оно всегда под рукой, оно практически на 100% усваивается. Правильно формируется прикус у малыша, который находится исключительно на грудном вскармливании. Правильно формируется речевой аппарат, это связано с процессом сосания непосредственно. Дети быстрее растут, лучше развиваются. Во-вторых, также формируется очень тесный контакт психоэмоциональный между мамой и малышом. Дети становятся более спокойными. Женщины это знают, естественно, они хотят кормить в пользу малыша. Но это также хорошо и для мамы непосредственно. Для мамы это, ну, во-первых, это хорошая профилактика рака молочной железы и рака яичника в будущем. Я всегда своим пациенткам говорю, что абсолютно доказано, что женщина, которая кормит своего малыша длительно, до года, она будет в большом процентном соотношении надежно защищена от этих грудных заболеваний. В рамках программ по поддержке раннего развития ребенка, которая является самым важным периодом, к грудному вскармливанию уделяется особое внимание. Важная ступень – информирование и создание условий для того, чтобы у матерей была возможность и знания для организации этого процесса. Детский офис ООН в Абхазии уже на протяжении многих лет активно работает и поддерживает педиатрическое и гинекологическое сообщества Абхазии. Мы пытаемся предоставить им доступ к международным различным практикам и стандартам и содействовать им во внедрении тех или иных практик, которые связаны с повышением качества, эффективности в плане оказания помощи по линии здоровья матери и ребенка. Для нас также важно параллельно и работать с осведомлением населения и по мере возможности, чтобы кормящие мамы, ощущая поддержку общества и семьи, могли оказать должное внимание своим детям, в том числе и по грудному вскармливанию. В этом месяце у нас выходят две брошюры. Они адаптированы под аудиторию абхазскую. Тем не менее, они несут в себе все международные стандарты и методику, связанные с грудным вскармливанием и с введением при корма с шести месяцев и до года. Адаптация брошюр проходила совместно с местными специалистами. Также привлекались международные специалисты. И нам отрадно отметить, что у нас есть полное понимание со стороны женских консультаций, роддомов, родильных отделений и поликлинических служб в плане распространения этих брошюр. Они будут распространяться бесплатно при, скажем, выписке мамы с роддома, при становлении ребенка на учет в поликлинике, либо при становлении беременных женщин на учет в женских консультациях Абхазии. Поддержка практики грудного вскармливания важна на всех уровнях. Это длительный процесс, поэтому мамам необходимы место для его осуществления и поддержка как дома, так и в обществе. Создание благоприятных условий для грудного вскармливания, помимо прочего, включает в себя и обустройство благоприятной городской среды для поощрения самого процесса. Наш город не лишен ряда обстоятельств, затрудняющих жизнь молодых кормящих мам. Например, в Сухуми нет специально отведенных мест для матери и ребенка. При этом их необходимость отмечают эксперты. Такие места должны быть отведены. Почему? Как Вы правильно сказали, люди живут в разных местах. Кто-то хочет гулять на набережной, а набережная, допустим, далеко. Я думаю, что сегодня на всех уровнях должна быть оказана помощь мамам, молодым, в этом вопросе для того, чтобы поддерживать грудное вскармливание. Это не только консультации, но и места, которые будут отведены, чтобы женщина могла в тишине, в спокойствии кормить своего малыша, не отрываясь на то, чтобы ей надо поехать, например, домой. В ЮНИСЕФ говорят, что в первую очередь стараются отвечать запросам общества, а не навязывать свое видение. В вопросе организации специально отведенных мест для грудного вскармливания важно учесть мнение всех сторон – медиков, горожан, но самое главное – мам. У нас сейчас идет интенсивная фаза консультации как с руководством города, с администрацией, так и с врачами, так и с мамами, чтобы мы совместно могли бы определить, что могли бы вместе придумать, должны ли такие точки иметь место быть в городе, не только в столице, но и в остальных городах и местностях, и насколько общество к этому готово. Потому что ничего искусственного мы навязывать не хотим. Я думаю, что самые главные процессы, скажем так, они уже имеют место быть. Другое дело, насколько кулуарно и некомфортно это происходит. Поменять ребенка в машине, если есть машина, да, или зайти в кафешку к знакомому, ну, наверное, это не совсем удобно. То, что это абсолютно неудобно, подтверждает многодетная мама Асида Матуа. Девушка делится своим опытом и вспоминает, как непросто быть одновременно кормящей и мобильной мамой в Сухуме. Все трое детей находились на грудном вскармливании. Что касается прогулок, то это была основная проблема. Потому что, естественно, дети первой половины, ну, до года, у них нет особого режима, и поэтому они едят по своей прихоти. Поэтому я, как правило, не выходила далеко от дома. То есть все мои прогулки, они были вокруг дома, потому что при необходимости, чтобы вернуться скорее домой, покормить ребенка, переодеть его. Возникают сложности именно потому, что негде покормить, негде переодеть ребенка. Рассуждая о возможном появлении специально оборудованных мест в столице для мамы и ребенка, Асида Матуа отмечает. Я думаю, что это великолепная просто идея, потому что буквально на прошлой неделе я предложила своей подруге прогуляться по берегу. Но что я услышала, у нее ребенок новорожденный, она сказала, я не могу, когда он проснется и захочет есть, я не знаю, поэтому я пока никуда не выхожу. Важно подчеркнуть, что сама идея находит понимание и в столичной администрации. Как говорит заместитель главы администрации Сухума Астамурашуба, главное – создать благоприятную среду для всех жителей города. Администрация города ежедневно занимается вопросами, связанными с удобной жизнью горожан в городе Сухум. На сегодняшний день есть инициатива, которая подразумевает обустройство специальных мест для кормящих мам. Мы поддерживаем эту инициативу, потому что на сегодняшний день в нашем городе нет условий для того, чтобы удовлетворять потребности вот этого слоя населения, именно кормящих мам. Они хотят гулять, проводить время на берегу, но на сегодняшний день возможности для того, чтобы необходимые процедуры провести с младенцем у них нет. Проект находится на стадии обсуждения. Предстоит определиться с локациями и многим другим. Но главное, что фундаментом для строительства подобных мест может стать только запрос и поддержка общества. Элеонора Гилаян, Сосрыку Агуха, Степан Мартиросян, Абаза ТВ. Культура. 21 июня. Министерство культуры Республики Абхазии совместно с Международным фондом культуры Фазилий Искандеры проведут седьмой международный фестиваль культуры Фазилий Искандера «Стоянка человека», названный по одноименному рассказу одного из крупнейших писателей 20 века. В этом году фестиваль пройдет в два этапа. Первый состоится в июне, второй в октябре 2021 года. В программе первого этапа 21 июня открытие седьмого международного фестиваля «Стоянка человека» в Государственном русском театре драмы имени Искандера. На открытии театр представят режиссерскую лабораторию по текстам романа Сандро Исчегема, известного во всем мире абхазского писателя, поэта-философа Фазилий Искандера. Приглашенные режиссеры покажут эскизы возможного будущего спектакля. На Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации «Апейпш-21». В течение года в эфире будут транслироваться более 50 видеоклипов на стихи абхазских поэтов, включенных в учебную программу по абхазской литературе с 5 по 11 классы. Стихи читают актеры Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Сегодня произведение Нелли Тарба читает заслуженная артистка Абхазии Майя Джекерба. Абхазия Майя Джекерба Абхазия Майя Джекерба Абхазия Майя Джекерба Абхазия Майя Джекерба Майя Джекерба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 1 июня в Абхазском государственном театре состоялся авторский вечер абхазского поэта, прозаика, публициста, члена Союза писателей Абхазии, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гули и премии Таиф Ачба, редактор журнала Алла Шара Анатолий Логлуа. Репортаж об этом событии в нашей традиционной рубрике «Ам Шахтыс» после выпуска новостей. А расширенную видеоверсию авторского вечера смотрите в воскресном эфире Абаза ТВ. Определен лучший кондитер 2021 года. Торгово-промышленная палата Абхазии провела праздник сладостей – седьмой ежегодный конкурс кондитерского мастерства. В 2021 году участие в нем приняли 25 человек. Среди них профессиональные мастера и просто любители. Итак, кто лучше всех печет торты, восточные сладости и десерты правильного питания и, конечно, о том, кто стал лучшим кондитером года, расскажет Анастасия Никонова. КОНДИТЕРСКОМУ ТОРГО-ПРОМЫСТЛЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ Прежде всего стоит отметить, что нас, организаторов, не может не радовать то количество гостей, посетителей, которые пришли на наш праздник сладости. Это традиционное мероприятие, которое мы проводим уже в седьмой раз подряд, которое имеет свою историю с 2013 года. И конкурс проводится в рамках существующего положения, которое включает в себя цели и задачи. Это определение конкурсантов, подбор профессионального состава жюри. Это критерии, на основании которых определяются победители в тех или иных номинациях. Организуя данное мероприятие, мы, конечно же, исходили из благих побуждений. Прежде всего, предоставляя профессионально-любительскую площадку для кондитеров, многие из которых уже давно известны, зарекомендовали себя в качестве профессионала в республике. Продукция которых уже востребована на нашем рынке. Но и просто начинающие любители, которые мы уверены, в перспективе из любителей превратятся в интересных профессионалов. В 2021-м конкурсанты соревновались в девяти номинациях. Пять из них традиционные и четыре новые учрежденные палатой. Это лучшее муссовое изделие, изделие правильного питания, лучший хлеб на закваске и специальный приз в номинации «Лучшее оформление экспозиции». Еще хотелось бы отметить номинации. Дело в том, что мы не могли не отметить традиционные номинации. И учитывая развитие современных технологий, появляются новые тенденции в кондитерской индустрии. При этом уже отмечаются не только вкусовые качества и внешний вид. Это и оформление, это и технология использования новых элементов кондитерской индустрии. И здесь очень важно, что наши кондитеры учитывают все эти изменения и пожелания, и предоставляют качественную продукцию, которая становится излюбленной и востребована на нашем рынке. Мне кажется, что за последние годы роль и интерес кондитерской индустрии, он значительно возрос, как и престиж к профессии кондитера. И радует, что в республике появляются больше кондитеров, больше кондитерских мастерских, новые пекарни. Все это не может не радовать жителей столицы, тем более, что мы обязаны развиваться и учитывать все, что происходит вокруг нас, вокруг Абхазии, ну и внутри страны. Выбирать лучшего кондитера страны были приглашены инженер-технолог пищевой промышленности Надежда Герия, руководитель госкомитета по стандартам Галустро-Пизанян, директор ресторана «Эрцах» Ирина Заркуа, председатель гильдии кондитера в Абхазии Лиана Биджба и обладатель двух мишленовских звезд ресторана «Хилтон-ля-Мизон-Дюбэф» в Брюсселе Жан Ашнер, ныне шеф-повар отеля «Гаруда». Организация праздника была великолепна, могу сказать. То, что в Абхазии есть много умелых рук, это меня восхитило. Очень были вкусные, были традиционные, были европейские, были в более восточном стиле. Ну, как говорят «Семанифик» для меня было очень-очень интересно. Пять с плюсом. Пока жюри выносило свой вердикт, на летней террасе ресторана «Эрцах» развернулся настоящий праздник. События торгово-промышленная палата приурочила ко Всемирному дню защиты детей. Продегустировать лучшие десерты, послушать музыкантов, поесть сахарную вату и поиграть с мультипликационными героями были приглашены подопечные благотворительной организации «Киараз» и детского реабилитационного центра. Мы не случайно решили провести мероприятие 1 июня, мы решили приурочить его к Международному дню защиты детей. И сегодня нас очень радует, и мы вместе с вами можем наблюдать наших дорогих гостей, это наших маленьких детишек, которые очень любят сладости. Для них сегодня мы организовали специальную программу, которая, мы надеемся, запомнится у них яркими красками начала лета данного года. Итак, жюри подвело итоги, ведущие конкурса объявили результаты праздника сладости. В номинации приз зрительских симпатий лучшей стала Элисо Джинджоли. Лучшее пирожное, по мнению жюри, печет Сабина Арджини. Лучшая восточная сладость получается у Адице Хагба. Лучшее сдобное изделие готовит наночековани. Лучший торт спекла Кристина Кварацхелия. Батал Габеля изготовил лучшее муссовое изделие. В номинации изделия правильного питания победила Мадина Гумава. Мариана Жиба стала первой в номинации лучший хлеб на закваске. Илана Хагба стала лучшим оформителем. Специальный приз от жюри завоевала Оксана Пабба. И самое главное, лучшим кондитером 2021 года стал шеф-повар ресторана «Леон» Антон Шиховцов. Обладательница приза зрительских симпатий Элисо Джинджоли опечет кондитерские изделия относительно недолго – три года. Это ее главное хобби. Пекла сначала для семьи, потом появились заказы, рассказывает кондитер. И не ожидала, честно говоря. Пришла поучаствовать просто всего лишь, посмотреть изнутри, как это все происходит. Спасибо всем большое, спасибо ТПП огромное. Они очень взимательные, отзывчивые. Честно говоря, мне было просто уже неудобно отказывать, потому что там такие теплые девочки, невероятно теплые. И спасибо им большое за организацию и вообще за все. А вот многодетная мама Мадина Агумава – одна из немногих в стране, кто готовит десерты правильного питания. Девушка отмечает, что правильно не значит безвкусно и некрасиво. Ее десерты не только полезные, не вредят фигуре, но и вкусные. Что и отметила жюри конкурса. Именно она стала лучшей в номинации изделия правильного питания. 50% своих десертов я придумывала сама. То есть есть там вот чизкейк, но я делаю без сахара и глютена. А конфеты, которые я представила в том числе и в сегодняшнем конкурсе, я придумала сама. Я в этом участвую первый раз, я в восторге. Просто это непередаваемое ощущение. Я благодарю, конечно, торговую промышленную палату, всех представителей. Спасибо, что они оказали мне такую честь участвовать. Я очень тронута, хотя я не считаю, что я достигла такого уровня пока. Но спасибо, что уделили мне внимание и пригласили. Подводя итог конкурса, президент ТПП, Тамила Мирсхулава поблагодарила всех за участие, отметив, что праздник сладостей 2021 прошел успешно. В следующем году, по ее мнению, кондитеров, которые продемонстрируют свой кулинарный талант, будет еще больше. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ. Спорт. Абхазские теннисисты заняли призовые места в турнире, посвященном Дню защиты детей, который прошел 30 мая в Краснодаре. Сабри Нанба занял первое место в категории 9-10 лет. Нестор Цужба стал первым в своем возрасте в 8 лет и моложе, и третьим в группе 9-10 лет. Лионель Кири стала второй в категории 7-8 лет и победителем дополнительного турнира среди спортсменов 9-10 лет. Даниэла Гумба, пятая в возрасте 9-10 лет. Валерий Имек Сузиан стала победителем дополнительного турнира среди спортсменов 10 лет. Тренирует спортсменов мастер спорта Республики Элизабет Акуция. Внимания воды не будет. Водоканал столицы сообщает, 3 июня в связи с ремонтом водопровода с 0 до 18 часов будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах города. Кадорское шоссе, улица Акертава, Турбаза, часть улиц Комсомольское шоссе и братьев Зонтария, Батумская. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 3 июня в Абхазии облачная погода с прояснениями. Ночью и утром умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 16, днем до плюс 22. Температура морской воды 18. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи.